Приветствую вас. Я думаю, что ключевой особенностью вашего текущего состояния является то, что вы жертва. И не готовы сами принять решение относительно того, что будет дальше в вашей жизни. А часто это связано, конечно, с тем, что вы были беременны, что у вас сейчас новорожденный ребенок. И, возможно, вы чувствуете себя незащищенно, уязвимым и так далее. В таком случае решение нужно принимать уже исходя из наличности доступных вам средств и того, чем вы сейчас располагаетесь. Вот. То есть, словно говоря, если вы считаете, что мышина ведет себя неприемлемо, то вы просто-напросто соглашаетесь на те условия, которые вам сейчас представляют. Радуясь, например, тому, что он не выгоняет вас из своей квартиры, допустим. Вот. И, соответственно, просто-напросто растите ребенка, ставите целью свою независимость, допустим. И, соответственно, уже исходя из этого, что-то делаете дальше. То есть, если вы считаете, что мужчина ведет себя неприемлемо, если вы считаете, что мужчина ненадежный, то, соответственно, лучшее, что вы можете сделать, это начать ориентироваться на себя. Но поскольку ваша ситуация сейчас такая, что вы объективно не можете, например, ну, скажем, себя обеспечить и ребенка, вот, то вы просто-напросто пользуетесь той ситуацией, что мужчина рядом и до конца не уходит. То есть, возможно, из-за чувства вины, возможно, из-за страха, возможно, из-за чего-то еще. Вот. Либо же вы принимаете какое-то другое решение, но решение нужно принять вам, а вы ждете это решение от него. То есть, условно говоря, на развод вы можете, если хотите, подать и прямо сейчас. В этом никаких, никаких, никаких трудностей и сложностей нет на самом деле. Вообще никаких, никакой трудности, никакой сложности в этом нет и быть не может. То есть, но вы почему-то не хотите брать на себя за это ответственность. И вопрос здесь заключается именно в том, что вы не готовы взять ее на себя почему-то, да? Вот. Почему-то. Может быть, вы боитесь, может быть, есть какие-то еще аспекты ситуации. Но, так или иначе, момент здесь именно в этом. И, соответственно, вести себя с ним вам желательно, исходя именно из того, что вы решили для себя по итогу. Того, что вы для себя выбрали, того, что вы для себя хотите сейчас, к примеру. Да? Вот. Так вот, как решить и так себя и вести. То есть, по сути, речь идет о треугольнике Картнена, в котором есть жертва, это вы, есть преследователь, это, вероятно, женщина-другая, мужчины. И есть, собственно, спаситель. Это ваш муж, который должен вас, вот, спасти из этой ситуации, которая произошла. Плюс ко всему, у вас, к нему, вот, есть какие-то ожидания завышенные. То есть, вы говорите, что он не цветочка вам там, не подарил по выписке ничего. Вот, привелось в грязную квартиру. То есть, вы считаете, что все должно быть по-другому. То есть, вы изначально, как мне видится, ну, вероятно, его до конца таким, какой он есть. Вот. Ну, возможно, вы его до конца не принимаете. Возможно. Вот. А, значит, ну, то есть, треугольник Картнена исследуйте. Значит, муж на протяжении года переписывается со своей старой знакомой и поначалу, говорит, несколько раз встречался с ней. Для этого случая у нас все было хорошо. Планировали ребенка. Причем, мужчин хотел ребенка. А, непонятно, до какого случая у вас все было хорошо. То есть, что вы здесь имеете в виду, я не очень понял. А, ну, как бы, если вас это волновало, то есть, он общался со старой знакомой и встречался с ней, ну, то есть, как бы, переписки со старой знакомой, ничего плохого нет. Вопрос в том, есть ли у него интимные или какие-то еще отношения с ней. То есть, другой вопрос. Вот. А, значит, ну, соответственно, если вас это как-то волнует, то это нужно было обсудить, а не беременеть от мужа. Вот. Я забеременел, муж сказал, что влюбился в другую. Ну, то есть, тут опять же противоречие, да. То есть, вы беременеете, вы беременеете, и он говорит, что влюбляется в другую. То есть, по сути, такое ощущение, что это страх вот ответственности у него. На протяжении всей беременности, он видите, думал, с кем ему остаться, то говорили, что иль меня любит и плакал, то, говорили, что решение развести дало оно с трудом. Это человек человек такой, очень неуверенный в себе. Но, очевидно, что отношение... э, 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 у вас в отношениях есть проблемы. Я родила, он очень обрадовался в павлине ребенку, но при выписке даже звуточку не подарил. Такое ощущение, что вы для него родили. Алина, не для себя, а для него. Вот. Значит так. Я начала разговор о разводе. Ну, опять же, непонятно, почему вы начали разговор о разводе. Сразу кто-то привел к разгрятную квартиру. То есть, ну, опять же, мне кажется, что решение о разводе как-то формируется. Это не то, что вот сразу, в ходу выражается. Так, я начал разговор о разводе, он забегал. Что значит забегал? Непонятно. Прожил с нами две недели, уехал жить к родителям. Ну, то есть, тут вы, понимаете, вот такое ощущение, что вы просто проманипулировали, надавили. Он дал какую-то обратную связь, потом увидел, что за этим разговором ничего не стоит и расслабился. То есть, опять же, здесь вы применили неэффективный метод устрашения его. Может быть, сами того я даже не желаю. Вот, значит, так, к родителям опять уехал, сказал, что не может, не может что? Что он на грани истерики, истерика из-за чего? Так, и живет уже четыре месяца у родителей, приезжает к нам каждый день на два часа и, опять же, кому к нам? То есть, на этой отношении, да, то вы себя ребенку не разделяете. Ну, тоже такой момент важный. Вот, значит, так, как он говорит, домой к родителям едешь. То есть, вы ему не верите. Мы живем в его квартире. И что? На вопрос, что у него там, он сказал, что до конца еще не закончил переписку. Как переписка? Или тут, что вы имеете ввиду под вопросом, что у него там, там это где? Спрашивал, может ли у нас еще что-то получиться? У кого спрашивал? У вас. Опять, видите, да, здесь как идет перекладывание ответственности. Он в себя и вы в себя, а на другого. Когда ссорились, опять же, ваше участие в ссоре какое-то. Ссора без участия двух человек, в принципе, невозможна. Говорю, если он не хочет расхладиться и с нами не живет. Тут он болел неделю, к нам не заезжал, так постоянно звонил, говорит, соскучился. Ну, такое ощущение, что человеку для чего-то нужна семья, и в то же время другая женщина тоже ему важна. Вот, такое ощущение у меня. Главное главное, что человек просто не может разобраться в том, как мощное значение для него имеет семья, и какое значение имеет другая женщина. Я ему уже не верю, ну, логично, но если не верите, нужно принимать решение опираться на себя, ведь от вас зависит не только вы сейчас, но и ребенок зависит. Я так думаю, что когда человек любит искучать, он не уходит, нет, бывает по-разному. Тут вы судите по себе и, опять же, не ориентируетесь на чувства своего мужа. Только не могу понять, почему он разводиться не хочет, может, я чего-то не понимаю. Ну, да, Лина, в данном случае вы не понимаете, что у мужа возник очень серьезный конфликт, который сформировался на мне один день, скорее всего, и который имеет под собой весновескую причину. Так, уже устал. Опять же устали для того, что решение не можете принять. Каба за вашего разговора разводит, он избегает меня, сразу собирается и уезжает. А, и то мне делать так вот, да, ну и что делать, чтобы что? Вот, вот давайте для начала вы просто сформируете свою цель. И что делать, чтобы что? По итогу. Что делать? Вот чтобы что? Что вы хотите получить? Вот вы говорите, не знаю, как себя вести с ним. Опять же, чтобы что? Сформулируете для себя цель, и будет вам гораздо понятнее. И спокойнее. Не только для вас, но и для ребенка тоже. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго.